Привет, привет, мои хорошие. Сегодня у нас понедельник. Честно не помню, по-моему, 18 февраля. Мы с семьей, я, муж, детки, едем к врачу, к детскому педиатру. Мы были записаны на понедельник. Щенюля, солнышко, по-моему, дочь на руках. Ее я в кресло пока не могу сожрать, она очень маленькая. Хочу попасть на прием к педиатру. У нас рандеву, в принципе, мы и попадем. Педиатр русскоговорящая, азербуржанка, которая работает здесь иное количество лет. А оттуда дальше уже будем сдавать анализы, которые все почувствовали. Которые постоянно я сдавала в Дагестане, но здесь ни разу нет. И невропатологу детей тоже показать нужно плановый осмотр. Невропатологу уже нужен. Вот. Года суперская. Опять весна-весной. Опять все прекрасно. За окном солнечно, ярко. Сейчас у нас всего 9 часов утра. Нет, 10 уже. 10, пока собралась. Пока детей собрала. Пока все, уже 10. Мы все закрываем. Едем в ту же больницу, в которую я ездила, когда у меня болела спина. Частная клиника, точнее. Я не знаю. Вряд ли я там это что-то снимаю, потому что двое деток. Други будут постоянно заняты, скорее всего. Зюлечка дома спит. Стали ее брать с собой сегодня. Карты подкрываются. Вот. Ждем. Сейчас муж... Шхас муж в регистратуре напомнит о нашем рандеву. Вот там принимает доктор. Здесь встретили сейчас парочку тоже. Парочку, имею в виду, это... У них тоже близнецы. Воня, точнее, девочка и мальчик. Так смешно было. Мы столкнулись прямо с двумя колясками. Детки спят. О, дочь зашевелилась. Что тут? Что тут? А нет, она спит. Не алду? Алды мя? Лепма. Привет, привет всем. Как вы поняли, я уже дома, конечно же. Детки спят. И я хотела рассказать, как прошел наш поход к педиатру. Чем все закончилось. Педиатр нас осмотрел. Довольно-таки быстрый осмотр. Ну, в принципе, как и в России. В России тоже осмотр педиатра происходит очень-очень быстро. Измерили рост, вес, окружность головы. Посмотрели все реакции. Все в норме. Машала, мои детки развиваются. Все хорошо. Никаких отклонений, никаких патологий не было найдено. Я тысячу раз еще переспросила. Вот. Она сразу мне сказала, дочь у вас более активная, чем сын. Ну, так оно и есть, да. Она более подвижная. Главное, чтобы она гиперактивная не была. А то турецкие дети очень часто бывают гиперактивными. Здесь это очень часто можно услышать. Сдали мы кровь на наличие витамина D3. У обоих в норме. Потом общий анализ крови. Лейкоциты гемоглобины тоже в норме. Еще что сдали. Еще сделали УЗИ головы, головного мозга. Тоже все хорошо. Это, конечно, не может не радовать. Но, в принципе, сомнений-то и не было. Вчера как раз вечером Зуле говорила. Сейчас я уверена, что у них все хорошо. Еще осталось пойти к невропатологу. Тебя не снимай, не переживай, можешь проскакивать. Еще осталось пойти к невропатологу. В этой клинике Зуль закройте дверь, чтобы комната там быстрее отопилась. В этой клинике, в которую мы ходили, там, видимо, нехороший невропатолог или нет невропатолога, я не знаю. Педиатр нам дала визитку, куда можно пойти. Невропатологу и кардиологу. Хочу их отвезти. Еще сдали мы, по-моему, проверить железо. Да, да, кровь на железо тоже сдали. Но их результат еще, результат этого теста не готов. По ценам, сейчас скажу, сколько стоит. Прием одного ребенка у педиатра со страховкой папиной стоит 60 лир. 60 лир страховкой покрывает там большую стоимость, большую часть. 60 лир оплачиваете, пожалуйста, идете на прием. У нас было назначено рандеву, прием был назначен. Но, вы знаете, мы ждали точно так же, как и другие люди, которые пришли в порядке живой очереди. Потому что там, кроме тех, у кого назначено, были те, кто пришел в порядке живой очереди. Мы прождали минут 15, наверное, не больше. Потом, стоимость анализов. Сдали кровь. Общий анализ крови, витамин D3 и на железо проверить 41 лира стоит. Вот это вот все вместе. Все, что связано с кровью. И УЗИ головы 10 лир. Все. 51 лира. С одного ребенка. По мне, это копейки. Мне один анализ, чтобы проверить витамин D3. Я помню, я сейчас не помню. По-моему, 3000 рублей стоил махачкале. Я сейчас не помню. Напомню, что недешевый был анализ. Я еще озвучивала цену в видео. Это один анализ. А там все-все-все вместе. Просто, да. А просто сдать кровь. Нет, это я сейчас уже не помню, не буду говорить. Вот, короче, витамин D3. Общий анализ крови и железа проверить 41 лира и 10 лир УЗИ головы. Это все в частной клинике со страховкой. По поводу цен. Чтобы не охали, не ахали, не кричали, что в Турции такая дорогая медицина. Поэтому мы не можем себе позволить пойти в частную клинику. Все можно себе позволить, если у вас есть страховка. Да, в Турции очень дорогая медицина, если у вас нет страховки. Если у вас есть страховка, вы можете пойти в частную клинику, где ваша страховка действует. Вот, еще раз повторюсь. Вот такие вот дела. Дети себя, кстати, сегодня вели очень хорошо. Ну, прям замечательно. Ни один из детей не плакал. Единственное, когда кровь брали, конечно, естественно, оба плакали. Но успокоились довольно-таки быстро. И не так долго искали у них вены. Как, например, в Дагестане, когда проходила медсестра домой, очень долго мучилась, искала вены. Может, потому что, да, они были поменьше, вены были потоньше. Сейчас как бы уже мясом обросли. Может быть, поэтому. Вес написано у меня на листочке. Зуль, дай, пожалуйста, вот мой кошелек. Я сейчас, чтобы не соврать, точно вес скажу детей. Спасибо. Шашас, мои хорошие. Аслан, рост 69 сантиметров, вес 7,300. Зихра, рост 62 сантиметра, вес 5,100. 5,100 или 5,100? 5,100, по-моему. Вот такие вот у нас данные на сегодняшний день. На этой неделе, как вместе сможем попасть на прием к этому невропатологу и кардиологу, то обязательно пойдем. Так, вроде все. Остальное, вроде плановых осмотров у нас нет. Здесь вообще, по-моему, таких плановых осмотров нет. Когда я сказала, что хочу проверить сердце, чтобы посмотрели детям. У нас, насколько я знаю, 6 месяцев проверяют, да, кардиограмму. Здесь сразу мне начали вопросы задавать. И насчет УЗИ тоже, когда сказала, что есть какие-то подозрения у вас? Вроде, говорит, нет, говорит, ничего. А как можно какие-то подозрения, какие у меня должны быть подозрения, чтобы проверить моему ребенку сердце? Он чуть ли не умирать должен, чтобы его проверить? Я не знаю, короче, честно, какие должны были быть у меня подозрения, чтобы проверить сердце. Вот так вот. Короче, нету здесь плановых таких осмотров, как у нас. Может быть, это лучше. Никто не мучает, вас не достает с поликлиник. А может быть, и не лучше. Не знаю. Вот. Кстати, вот эта врач, педиатр, вот, к которому мы сегодня ходили, мне что-то мне очень понравилось, она не доставала меня со своими прививками. Я понимаю, есть кто за, есть кто против. Я не люблю врачи, которые начинают читать проповеди, на-на-на-на-на-на-на-на-на, предыдущий был такой. Десять раз было ему сказано, что я не собираюсь с детям делать прививки, но он на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на, и ныл, и ныл. Это же нет. Она сказала, ваш выбор, я не имею права наставить. Все. Молодец. Уважаем такие люди. Все, на этом я закрываюсь. Надеюсь, детки еще поспят хотя бы часик. Хотела я поспать, знаете, только прилегла, открыла свой канал на YouTube, начала читать комментарии, честно сказать, ах, ну, меня-то уже мало чем удивишь, но всё равно я знала, что пишут отрицательные комментарии и так далее. Это норма, да, я всё понимаю, но что в таком количестве, что прям так настолько раздражает людей то, что я показываю, настолько прям Зуля настолько прям плохая, что её там кто-то не обсудил, я тоже не лучше была в этом видео последним, я не знаю, что я там такого сделала и что сделала Зуля, человек радовался просто жизни, но это прям вывело всех, 95% наверное вывело. Почему я сделала такой вывод? Потому что вот эти именно отрицательные комментарии больше всего были отлайканы, поэтому я сделала вывод, что это, что поведение вывело почти всех. Положительные комментарии не набрали столько лайков, значит, на самом деле, большее количество людей выводит, когда человек счастлив, когда ведёт себя вот так вот, ни о чём не думая, прыгает, радуется жизни. Честно сказать, вы меня удивили. Удивили. Я думала, меня уже мало чем можно удивить, но вы меня удивили. Меня удивило то, что такое огромное количество. Человек не должен радоваться. Нет. А если у него радость, то это должен быть... Под шофе. Под шофе, как они пишут. Но это неправильно, как бы это их мировоззрение, это в их жизни всё вот так вот. Почему они пытаются повесить ярлык своей жизни на другого человека, я так и не могу понять. Я тоже не знаю. Если человек не нравится, если вам не нравится его поведение, на канале у человека не нравится, пропустите меня и смотрите. Да, умные люди, в принципе, так и сделали. Были такие тоже, которые написали. Мне не понравилось, я перемотала. Всё. Молодцы. Уважаю таких людей. Не писали ни гадости, ничего. Но зачем писать о человеке гадости? Зачем? Я уверена, что каждый, кто писал, ничем не лучше. Абсолютно. Потому что никто не открывает свой шкаф и не смотрит за своим скелетом. Если бы люди занимались в первую очередь собой, за своей нравственностью следили бы, за своим поведением следили бы, они бы не осуждали других. Во-первых, я не была в клубе или где-то. Я велась себя... А надо было быть в клубе, оказывается. А как вы развлекаетесь? Вот моё развлечение. Вот так я развлекаюсь. У меня прекрасное настроение. На пицце пойти в клуб и дёргать попой. Вот это нормально. А просто человек, который радуется жизни в парке, там, птички, я не знаю, пусть даже вороны каркают, неважно, но зелень, всё прекрасно. Человек просто радуется жизни. Меня это радует. Эта атмосфера меня радует. Меня радует жизнь, меня радуют деревья, цветы и всё вокруг. Я не понимаю. На самом деле, в тот день было хорошее настроение и у неё, и у меня. Но она вот такой эмоциональный человек. Она может прыгать, бегать. Я так не прыгаю. Я думаю, здесь прыгаю, танцую с гребёком. Писать, что человек переигрывает или, я не знаю, выпивший, под шофе. Зубов нет. Это вообще бред какой-то. Как можно такое писать? Девочки, женщины. Вы же умные люди. Вы же себя так позиционируете. Так же нельзя. Ну нельзя быть такими смешными. И злыми такими нельзя быть. Нельзя. Нет, это злость, это ненависть, это зависть. Злость, зависть, ненависть, глупость. Всё вместе. Закомплексованность. То, что ты можешь так, а другие не могут. Ты можешь попрыгать, посмеяться. Человек не может себе это позволить. Не потому, что вот у него куча проблем. Он не может. Нет характера у него такой. Он не может. Он хотел бы посмеяться, попрыгать, но он не может. Возраст. Не надо напоминать вам возраст. Я чувствую себя вот именно вот так. Значит, мне хочется прыгать, скакать в свои 30. Нет, возраст никогда не помеха. Мой возраст мне не помеха. Я, наверное, и 50 лет не прыгать. Есть люди, кто в 15, знаете, думают, как 50-летние женщины. А есть, которые в 50, ты думаешь, как 15-летняя девочка. Мне, мышлению моему, это не мешает моему поведению. Оно не всегда такое. Я не всегда могу идти, скакать, прыгать. Это был парк, где не так много людей. Да, там практически никого не могут на дорожке. Да, это были мы сами. И наигранность мне играть незачем. Я не собираюсь себе на канале людей. Так что глупости. А может, откроешь канал? Там как раз была такая тема. Нет, нет, нет. Я тебе помогу. Ну что, грязь будем вместе разгребать лопатой? Нет, конечно, я всё понимаю, но такой я не выдержу. Я слишком эмоциональный человек. Я воспринимаю вот такие комментарии как-то по-своему. Я другая. Тем я и отличаюсь, что я могу танцевать и прыгать. Тем я и отличаюсь. И тем я вызываю у людей вопрос, а нормально ли я? Потому что другие будут смотреть на... Мне плевать, что думают вокруг. Мне весело, мне хорошо. Я делюсь своим позитивным настроением. Если мне грустно, да, я могу и грустной рожей ходить. Вообще. Надо тебя как-нибудь снять, когда ты грустная. Ходишь по дому. Чтобы они не думали, что ты всё время под шафой бываешь. Ну, что всегда я... Что ты как обычный человек тоже ходишь. Нет, она с Миной тоже ходит, как все. Не переживайте. И танцевать я танцую, и к приглашке танцую, и ребёнка могу взять в руки танцевать, и веселиться, и крутиться, что угодно. Я никогда... А раньше вообще мы включали дома музыку, три сестры, и приходили три соседки, кумычки, девочки. Мы включали лесгинку и начинали танцевать. А ты помнишь те дни, когда мы с тобой дружили? Дома или во дворе? Мы дома, а потом могли вынести магнитофон, тогда был во двор, и плясать. И приводит бабушка, дедушка, и в окно смотрели за навеской двигать, что происходит-то? А мы пляшем, и по сей день, по сей день мы можем танцевать вот так вот. Ты помнишь, проходила ко мне, сидела в зале на диване, я включала музыку и танцевала? Помню, помню. Это всегда есть у меня, у нас не отнятия, это мы сёстры вот такие. Мы можем включить музыку, нам не нужен зритель в доме, мы можем сами с собой танцевать. Да, есть такое дело. Просто люди не знают, и им это непонятно. Им кажется, что раз в их жизни такого нет, что это всё наиграно, что это всё неправильно. Ну, в принципе, мне тоже то, что в моей жизни нет, мне кажется неправильным. Вот. Ну, всё. Как всегда, Фатима начала за здравие, как раз-таки за здоровье детей, закончила за упокой. Сейчас опять скажут, вот этот вот словесный панон, с которой был адресован этим, этим, этим. Выслушали мы, хотели получить заряд позитива, а получили ушат грязи. Да, да, да. Ну, когда выложили позитив, то на него... Ну, простите, позитив выкладываешь, я получаю ушат грязи. Как бы должно быть равновесие. Я тоже должна высказать своё мнение. Да, свободу слова не отменяли. Никто не отменял. Вы же любите мне говорить, раз ты открыла канал, принимай комментарии. Я читаю, но это не значит, что я должна их принимать. Читаю и делаю с ними, что считаю нужным. Читаем, значит, ответная реакция. Вы тоже, пожалуйста, можете посмотреть видео и делать, что считаете нужным. Хотите лайк поставьте, хотите дизлайк поставьте, хотите мимо пройдите, хотите перемотайте. Хотите, оставьте после себя след. Хотите, не оставляйте. В любом случае, мы рады любому действию, да? Да, да, да. Мне несложно в блог отправить тоже, абсолютно нет. Когда у меня бывает свободное время, я прохожусь по комментариям, отправляю. Вот как раз-таки под предыдущим видео, где прогулка в парке. Там я, наверное, человек 100 отправила в блог. Честно, отправила. Да. Так что мне несложно. Нет, абсолютно. Пальчики мои не устали. Нет, нет. Ладно, что-то я заболталась. Пока, мой. Чай идем пить. Пока, мой. Хорошие. Хорошие мои. Вот у меня есть именно хорошие. Вот вам. Пока. Любите себя. Пока. Пока. Продолжение следует...